Всем привет! Я рад вас видеть на нашем курсе и давайте продолжать программировать. На прошлом занятии мы с вами научились выводить строки на консоль и делали это с помощью команды console.write. Но также кроме команды console.write существует еще команда console.write. Давайте разберем разницу между ними. Как мы знаем, console.write выводит строку на консоль. То есть первая строка выводит слово hello. Вторая строка выводит слово world. Таким образом, если мы запустим первую программу, у нас эти две строки просто склеятся. Так, что же делает команда console.write.write.write? Console.write.write выводит строку hello, первая строка, после этого смещает курсор на новую строку и выводит слово world. Я думаю, разница очевидна. По названию понятно, что line просто переводит на следующую строку. Кроме строк можно выводить еще и числа, а также арифметические выражения. Давайте разберем пример. Первая строка выводит число 26. Следующая строка считает результат выражения 2024 плюс 48. Заметим, что сначала данная команда посчитает результат в скобках, а потом выведет данное число. То есть на экран выведется 1072. Следующая строка содержит более одной операции, и данные операции будут выполняться так же, как в математике. Сначала будет выполняться операция умножить, так как она более приоритетная. Следом будет выполняться знак плюс. Таким образом, команда выведет 21. Если мы хотим в арифметическом выражении задать приоритет операции, нужно поставить скобки, как и в математике. Ставим скобки. Сначала считается то, что в скобках, и умножается на 2. Команда выведет на консоль число 26. Иногда нам надо бывает выводить строки и числа вместе. Для этого нужно воспользоваться знаком плюс. Знак плюс просто берет строку и число и просто их склеивает. Давайте рассмотрим пример. У нас есть строка 5 плюс 7 равно плюс 12. Плюс 12 что делает? Мы просто берем к этой строке и добавляем справа 12. Получится 5 плюс 7 равно 12. Такую же строку можно вывести и следующей строкой. Иногда нам нужно бывает выводить 2 числа на одной строке через пробел. Это делается с помощью вот такого выражения. Однако считать одни и те же выражения не очень-то имеет смысл. Полезная программа – это программа, которая оперируется с какими-то данными. Для хранения данных используется такое понятие, как переменная. Переменную можно представить себе как ящик. Ящик, в котором мы можем хранить какие-то вещи определенного типа. Для каждого типа информации нужно создавать свой ящик. Также у каждого ящика, у каждой переменной, есть имя, по которому мы будем обращаться. Давайте рассмотрим пример. Давайте создадим переменную целого типа, то есть переменную, которая будет хранить целые числа. Для этого нужно написать int пробел a. Что это означает? Сначала пишем тип, который мы будем хранить в переменной. int от слова integer – целое число. То есть мы создаем переменную, в котором будем хранить целые числа. А дальше идем название a. То есть можем себе это представить ящик, в котором сказали, что в нем будут целые числа, а также переменную зовут a. Данная строка называется еще объявлением переменной. Если мы хотим записать в переменную какую-то информацию, в данном случае целое число, то нужно воспользоваться следующим правилом. Куда равно что. Давайте запишем в нашу переменную число 7 и воспользуемся нашим правилом. Куда в переменную a равно что число 7. Ну и в конце ставим точку запятой. Данный шаг называется инициализацией, то есть поставить, записать в переменную начальное значение. Эти два этапа объявления и инициализацию можно вместе объединить и написать в виде одной команды. Int a равно 7. То есть данная команда создает переменную, называет его a и записывает в него число 7. Чтобы обратиться к переменной a, то есть взять значение, которое там хранится, нужно просто обратиться к нему по имени. Например, чтобы вывести значение переменной a, нужно писать console.write.line.a. Вместо переменной a подставится его значение, то есть число 7. Давайте разберем пример для лучшего понимания, что такое переменная. Первая строка создает переменную, называет его a и записывает в него число 6. Следующая строка создает переменную b и записывает в него то, что хранится в a и умножает на 8. Внимание! Выражение выполняется справа налево. То есть сначала выполнится правая часть, а потом только левая. То есть сначала возьмем то, что хранится в переменной a, 6, умножим его на 8, а потом запишем его в переменную b, то есть 48. Далее, как я и сказал, у нас выражения выполняются справа налево. То есть берем значение b, то есть 48, отнимаем 8, получаем 40, и это записываем в переменную a. Внимание! Если в переменной a что-то хранилось, оно просто перезатирается. То есть число 6 уходит, и вместо него записывается число 40. Далее в переменную c записывается сумма двух чисел, то, что хранится в b и то, что хранится в a. В данном случае здесь посчитается результат 48 плюс 40 и запишется в переменную c. 88. И выведется на консоль. Все ясно, все легко. Однако, кроме целого типа данных, существуют еще и другие типы данных, которые хранят различные информации. Например, есть тип данных string, которая хранит строку. Есть тип данных double, которая хранит вещественные числа. Также есть тип данных char, которая хранит символ. И есть еще специальный тип bool, которая хранит только два значения, true и false. Данные типы данных мы разберем в дальнейшем нашем курсе. Давайте рассмотрим пример для лучшего закрепления понимания типов данных и переменных. Итак, первая строка создает переменную name и сохраняет в него строку Олег. Внимание! Переменная string значит в него должна храниться строка. В данном случае строка Олег. Следом мы создаем переменную целого типа age и записываем в него число 25. Следом создаем переменную вещественного типа и сохраняем в него число 80,5. Внимание! В вещественном числе тробная часть от целой отделяется точкой. Дальше мы в переменную строкового типа записываем следующую строку. То есть мы берем name. Вместо name поставляется его значение, то есть Олег. Плюс означает то, что мы склеиваем. Склеиваем со строкой вот такой. Добавляем к нему значение переменной age, то есть 25. И добавляем к нему вес и значение переменной weight. И все это вводим на консоль. То есть на консоль выведется Олег, запятая, возраст 25, запятая, вес 80,5. Ранее говорилось, что от типа данных зависит, какая информация будет храниться в нашей переменной. Но от типа также зависит, какие правила будут следовать операция. Например, рассмотрим первую программу. Мы создаем две переменные целого типа. В первом храним 5, во втором храним 10. И вводим сумму этих двух переменных. Так как переменные целого типа, плюс будет означать суммирование целых чисел, так же, как и в математике. То есть выведется число 15. Далее вторая программа. У нас содержит две строки S1 и S2, в котором есть, подчеркну, строка 5 и строка 10. Именно строка, а не число. На консоль выводится первая строка, плюс вторая строка. Плюс среди строк означает просто склеивание. То есть на консоль выведется 5-10. То есть просто строка 5 склеится со строкой 10.